Всем привет-привет! Вечер субботы, 8 февраля. И мы разыгрываем в лотерейку маленькую орхидейку, сидерейку, вот эту, которая на фотографии у меня в руке и в вазочке. Она с открытой корневой системой, и поэтому я сказала, что посажу ее по выбору победителя сегодняшнего конкурса, сегодняшней лотереи в любую посадку. То есть я могу ее отправить, кстати, отправка за счет нашей группы, и с открытой корневой системой, и в скорлупе, и на блоке, и, короче, как скажет победитель. Так, извините за кривую косую съемку, так тороплюсь и снимаю вообще одной левой пяткой на коленке буквально. Так, всегда пользуемся рандомайзером, который здесь же на сайте ВКонтакте. Копируем ссылку на конкурс, вставляем ее в рандомайзер. О, простите, пожалуйста, я так спать хочу. Так, наименование призы надо написать. Менька. Так, количество призов 1. На основе репостов. И пользователь должен быть подписан на наше сообщество. И тогда мы определяем победителя. Ну? О, Алена Абрамова, здравствуйте, поздравляем победителей, пишет рандомайзер. Круто. Потом спишемся в личке, скажете мне, что, куда отправить, в какой посадке. Все, поздравляю, розыгрыш наш закончен. Ура! А, ребят, я забыла про такой момент, я же всегда проверяю, выполнил ли победитель условия нашего конкурса. Вот я зашла к Алене, мы с ней не друзья ВКонтакте. Я вижу, что профиль открыт, то есть я вижу предыдущие какие-то публикации, и я вижу перепост нашего, ну, нашей информации о розыгрыше. Причем буквально он был сделан недавно, и Алена была последней, кто забрал последние два билетика. И я вижу город Санкт-Петербург. И вот я пришла на балкон, чтобы показать победительнице ее менюшечку. Вот она стоит, сохнет под вентилятором, и ждет, когда можно будет по погоде ее отправлять победителю. Здорово! Здорово! Алена, еще раз свяжитесь со мной, пожалуйста, в личку. Все, всех целую, еще приду.